Ну что, у нас есть победитель. Давайте, как это принято на ринге, я подниму вашу руку. Ух! Эльдар Кенкер. Ух! Победитель и обладатель всех перчаток. Спасибо, Эльдар. Ух! Лот продан. А вы все, 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 вы, да, да, вы, вы с айфонами, что тут стоите тут, вы, вы, все такие офисные планктон собрались. Как вам не стыдно, называются креативные директоры, там, пиарщики, кто вы. Давайте, собирайтесь с духом, вас сделали прямо здесь и прямо сейчас. Жалейте об этом. Друзья, а давайте после всего, что здесь было, пригласим поэта Ритма Хули Гана, Гришу Мовшица. Григорий Мовшиц, Гриша Мовшиц. Пожалуйста, просим вас на сцену. Ваши аплодисменты, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно находиться здесь и участвовать в таком благом, не побоюсь этого слова, деле, как помощь братьям, братьям нашим меньшим. Вот. Я сам страшный кошатник, вот, мне очень нравятся кошки, вот, очень я их люблю. И поэтому я сейчас, ну, обычно всегда предупреждаю, когда выхожу на сцену, что поэзия у меня, ну, такая, немножко колючая, со специальными словами. Поэтому, если в зале есть люди с немножко слабыми нервами, то лучше пойти перекурить пока этот момент, вот. А если кто-то хочет посмеяться немножко, ну, так чуть-чуть совсем буквально, то можете подойти сюда поближе, вот, и чтобы приобщиться так немножко к искусству, что ли, к творчеству. Идите поближе, не стесняйтесь, я не кусаюсь. Я же Ритма Хулигана, не Хулиган. Я драться не буду и бить вас тоже не буду. Подходите смелее, и сверху тоже подходите, и снизу, и с подвала тоже выходите. Сюда, к сцене, вот. Это не долго, это не больно. Это творчество. Значит, стихи я не пишу, я пишу ритмы зарисовки. Вот, выглядят они примерно так. Первая называется «Корпоративная история». У всех еще остались, наверное, впечатления после Нового года, вот. Ну, я немножко напомню вам об этом. Зимой народ, что не в Таиланде, имеет скучную забаву. Дымить мангалом на веранде и трескать водку на халяву. Гуляют перед Новым годом, точнее, в последнюю декаду. Корпоративы полным ходом затрут ударный всем награду. Пираты, древние народы, смешные тигры и собачки безумно водят хороводы, всю ночь гуляя до усрачки. И каждый год в двенадцать ночи, когда куранты бьют повсюду, все, кто напились и не очень, у Деда Мороза просят чудо. И чудо иногда приходит, особенно к тому, кто клянчит. И вся Россия хороводит в корпоративном бизнес-ланче. Придумали корпоративы, чтоб разводить народ на пьянке. Банкиров жирные активы вливать в артистов и гулянки. Однажды в банке на каховке сюрприз купили со служивцем, и новогодняя тусовка зашла в кафе повеселиться. Лизнули тостами правления, подхалимаш запив по-русски, и, ожидая выступления, точили вкусные закуски. Один мошенник разводящий, с седой косматой бородою, был маг в натуре настоящий, и в узком круге слыл звездою. Он путал клерков и министров, туманя ловко им сознание, и всеми признанный магистр знавал крутые заклинания, и каждый год, как под копирку, рядился дедушкой Морозом. Работал маг-артистом цирка, владел внушением и гипнозом. Как удивить его, ему банкиров, на кураже и патаже? Они объездили полмира, здесь тупо не прокатит лажа. Создать сценарий в креативах, чтоб ублажить людей богатых, тем более, что на Мальдивах уже просрал он предоплату. Со сцены крикнув заклинания, он распахнул свои объятия, внушил, что все они в Германии, напор на встречи с Вингерпати. Их, дернув волосы с бородки, послал на них разврата семя, и, опрокинув рюмку водки, заколдовал их сучье племя. И захлебнулась от оргазмов, корпоративная тусовка, он для банкиров сделал праздник, в кафе на улице каковка, а расколдует их к апрелю. Ну а пока в плену у фарта, справляют там через неделю, корпоратив, восьмое марта. Спасибо.